Итак, привет всем дорогие друзья, с вами я Вован И надеюсь, что вы знаете о такой компании, как Valve Они сделают целую и кучу прекрасных и шикарнейших игр для нас Counter-Strike, Half-Life, Team Fortress, чего всё только это стоит Это только самые известные проекты В общем, прямо сейчас перед вами это персонаж из игры Prospero Даже не старайтесь гуглить эту игру, потому что её не существует Она не вышла Погадайте, кто её разработчики? Правильно, её разработчики это Valve Поэтому я и начал о них говорить В общем, в чём же дело? Valve сделали одним из самых первых своих проектов именно Half-Life Это был один из самых первых проектов Или даже самый первый, я немножко не пропоминаю Ну в общем, в чём же самое главное дело? Смотрите, Prospero компьютерная игра в жанре приключенческого боевика Разрабатываемая американской компанией Valve Software в конце 1990-х годов Но была отменена Игра должна была стать вторым проектом компании и выйти вскоре после релиза первого Half-Life Но только вот дело в том, что Prospero так и не вышло Да, она не вышла Было целая куча разных таких концепт-артов Да и не только Даже некоторые скриншоты покидали Вот дело только в одном Игру не захотели выпускать Но зато некоторые вещи из Prospero остались и они таки дальше есть у нас В чём же дело? Да Просто ситуация такая, что саундтрек из игры Prospero перекачали в Half-Life Да В этом-то и дело Хотя я уже два раза сказал Да, но это так уже хреново Короче, в чём же самое главное дело? Самые первые саундтреки, которые вы слышите в Half-Life Именно это самое начальное звуковое сопровождение Это и есть то, что должно было быть в Prospero Да В общем Опять сейчас перед вами вот самая главная героиня Честно говоря, это наверняка была бы самая первая игра, в которой Главный протагонист это женщина Хотя проекты и были раньше до такого В общем Давайте зачитаем немножко с Википедии Так Разработчик Valve Corporation Издатели Sierra Entertainment Steam Valve Corporation Дата выпуска отменена Жанр Приключенческий боевик Платформа ПК Microsoft Windows И возможные другие Игровой движок у нас Gold Source Так, режим игры Однопользовательская игра и многопользовательская игра Носитель CD, DVD, Steam Управление, клавиатура и мышь Всё, больше ничего об этой игре неизвестно Но давайте почитаем немного и статьи об этой игре Игра должна была иметь замысловатый сюжет А геймплей был быть акцентирован на исследовании игрового мира с использованием пси-способности На создание игры Valve были вдохновлены игрой Myst 1993 года И произведением Хорхе Луиса Борхеса Не знаю, честно говоря, кто это такой Главная героиня, известная как Aleph или библиотека Английская The Librarian Неслика раз изменял в течении ранних этапов разработки Один из вариантов предлагал Использование ею неких усилителей Для увеличения её врождённых способностей В общем, сейчас вам покажу Также один из её обликов Это вообще, это самый-самый первый концепт-ад Тот, который сейчас перед вами Он из игры Ту... Точнее, из книги Half-Life 2 Racing the Bar В которой было описано само создание Half-Life Как и первой, так и второй части, так и эпизодов Кстати, мне ничего не говорится о третьем эпизоде И его не будет Не будет никакого второго эпизода Кстати, будет кроме этого отдельный ролик По тому, сколько на самом деле Valve не выпустила игр серии Half-Life Будьте уверены, их там больше, чем 3 или 5 Намного больше И никакого там эпизода 3 Наверняка даже нету Что с этого эпизода 3? Да они целую кучу игр отменили Угробили просто Так, а вот вам и самый первый концепт-арт Главной героини Проспера Как видите, шлем с головы у нас пропал Прическа у нас довольно странненькая В голове у нас что-то похожее на шар Из Half-Life 2 Костюм слишком странный Но напоминает немножко костюмчик из Half-Life Вот дело только в том, что в Half-Life У нас был комбинезон или кажется что-то типа такого Погнали читать дальше Итак, некоторые факты об игре Просперу является итало-португало-испанским вариантом имени Проспер Происходящего от римского Prosperus Который переводится как процветающий, везучий или успешный с латинского языка Выбор такое название, скорее всего, отсылка к пьесе «Буря» Уильяма Шекспира Где среди действующих лиц присутствует Prospero Керцог-миланский, живущий визнании на остре, владеющий мощной магией Так, второй факт Ну и предпоследний Внутри игровых звуковых файлов первого Half-Life'а Steam версии Музыкальные треки, известные как Dimensionless Deepness, Steam in the Pipes, Switching Shot, Traveling Through Limbo и Vegee Voices Имеют название Prospero 01, Prospero 02, Prospero 03, Prospero 04 и Prospero 05 Это указывает на то, что изначально эти музыкальные треки были написаны для Prospero Потому что так и есть Я сам, честно говоря, покупался в этих файлах И это так Там реально есть Prospero 01, 02, 03, 04, 05 Мне кажется, еще 0 было Это самое начало, кажется, было Где мы только начинаем Ну, погнали Последний факт В ранней версии диалога у Олиса Брина Можно услышать, как Брина напоминает о вселенной Aleph Английского Aleph Universe Которая является ранним названием мира Альянса Альянска Combine Overworld Данные звуковые файлы обнаружены в утекшей в сеть бета-версии Half-Life 2 в 2003 году Эти упоминания, вероятнее всего, относятся или были взяты из Prospero Так что, даже в нашем старом добреньком Half-Life есть отсылки на так званую Prospero Давайте я вам также покажу еще некоторые скриншотики из игры Итак, настало время искать скриншоты из Prospero Итак, вот смотрите, что мне выбило на запрос к Prospero Это первый скриншот Так, второй у нас скриншотик Кстати, как мне кажется, игра выглядит довольно неплохо, как на 1990 год Очень даже неплохо Здесь у нас так, это слишком маленький такой скриншотик Вот здесь, о, шикарно MMO 1 Все-таки наверняка, что Prospero должна была быть MMO игрой Но выглядит очень даже неплохо, как на свои годы Так, MMO-RPG Все-таки она была MMO-RPG В общем, в любом случае, ребят, с вами был Эва Ван Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И, как я и обещал, будет еще выпуск по отмененным играм серии Half-Life Ну, ждите Субтитры сделал DimaTorzok